В Катакурганском районе Самаркандской области на основе государственно-частного партнерства еще несколько лет назад начато возведение нового детского сада. По сей день строительство не завершилось. Местные жители устали обращаться с этим вопросом в различные организации. Детей приходится отвозить в до, расположенные достаточно далеко, что доставляет множество неудобств. Наш корреспондент попытался разобраться, в чем суть. Фундаментом системы непрерывного образования, несомненно, является дошкольная. Реформы последних лет направлены на его развитие в соответствии с требованиями современности, а также дальнейшее повышение качества и расширение охвата данной деятельностью. За последние шесть лет в Самаркандской области организованы 193 новых дошкольных образовательных организаций, 54 негосударственных, еще более 130 на основе государственно-частного партнерства, 3133 семейных детских садов. Только в прошлом году сданы в эксплуатацию 25 государственных дошкольных образовательных организаций, а охват детей по региону в 2024 намечается довести до 71,6%. Однако в Каттокурганском районе данный показатель не достигает даже 58%, что говорит о недостаточности таких адресов, в том числе и в сходе граждан Махали Муменхуджа. Правда, здесь несколько лет назад было начато возведение современного объекта на основе государственно-частного партнерства, но работы так и не доведены до конца. Граждане обращались по этому поводу в различные организации, но все тщетно, а предприниматель говорит, что нет средств. С 2017 года по настоящее время так и не построено дошкольно-образовательное учреждение. Родителям приходится отвозить, нанимая транспорт своих малышей в детской сады, расположенной в 5-6 километрах отсюда. В одну машину марки дома сажают по 10-15 детей. Небезопасно это. Эти и другие моменты заставили население села обратиться во многие инстанции. Нам нужен детский сад. В Махале, которая объединяет собой 7 сел, проживает 4 660 человек, а детей в возрасте от 3 до 7 лет 773. 145 из них ходят в 31-ю государственную дошкольно-образовательную организацию. Для остальных же малышей, к сожалению, пока таких условий нет. По словам представителей местного населения, на 50 сотках зимний раньше располагался филиал школы с начальными классами. В 2017 году предприниматель Коман Хакимов вышел с предложением построить здесь детский сад на 100 мест и приступил к его строительству в 2021 году. Но, как видно, оно по сей день не завершено. Стоимость проекта 4 миллиарда 300 миллионов сумм. Он охватывает 50 соток земли. Вот на этом месте раньше находились классы для учащихся начальных классов, относившиеся к 25-й общей образовательной школе. Пришли с министерства и сказали, чтобы строил я на этом месте, снеся старую постройку. Обещали добавить. А то бы я в то же время остановил работу. Вот сейчас нам не хватило финансовых средств. А ведь объект готов на 85-90%. Два года назад я просил всего 500 миллионов сумм, но не смог их получить. Если мне выделят, пусть и коммерческий кредит, детсад будет достроен. Дошкольное образовательное учреждение расположено в 2,5 километрах от селения Зотхон. Путь до него не близкий, потому жители хотят иметь такое современное учреждение на своей территории. В настоящее время нам необходим детский сад на более чем 500 малышей. Хотим, чтобы скорее достроили этот объект и наши дети ходили в современную дошкольно-образовательную организацию, расположенную рядом. Вместе с тем будет обеспечена занятость 20-25 человек. Проблема, с которой сталкиваются жители Махали, расположенные в первом секторе, лишь разрастается. Проживающие здесь соотечественники надеются, что она все же найдет свое положительное разрешение. Мы поинтересовались мнением на этот счет представителей районного хакимиата. Предпринимателю, который начал этот строительный проект, на сегодняшний день нет возможности выделить кредитные средства по причине того, что банк выявил неспособность оплачивать по банковской суде. Мы несколько раз обращались к представителям банка. И сейчас принимаются меры по завершению строительных работ с привлечением уже другого предпринимателя. В данном случае от ответственных лиц района требуется обратить на это должное внимание. А мы вернемся к этой теме через месяц.